Которые в первый раз пришли на богослужение, если вы впервые здесь, то вы можете поднять руку, и мы поприветствуем вас. Слава и сестру! И я хотел бы перейти сразу в поздравление с днём рождения тех людей, у кого на прошедшей неделе были дни рождения. И я хотел бы пригласить сюда Самару Иосифовну, Шверову, Екатерину и Артёму Васильеву. Я хотел бы спросить, может быть, здесь есть и люди, у кого на прошедшей неделе были дни рождения. Если у вас был день рождения, вы можете поднять руку, подойти сюда, и мы всей церковью благословим вас. Хорошо, Артёму повезло. Давайте мы поднимемся с вами. Давайте мы прострем руки и благословим. Отец Небесный, по имени Иисуса Христа, Боже, мы благословляем Твоего Сына, мы благословляем нашего брата, Боже. Мы просто призываем его жизнь, милость и благодать Твою, по имени Иисуса Христа. Ты видишь, Господь, все его молитвы, которые Он возносит к тебе, все желания его всех, Боже. И мы благословляем и верим, что ты ответишь. Ты отвечаешь прямо сейчас, Дух Святой. Придвигайся. Боже, наполни силой и миром радость во имя Иисуса Христа. И мы в единстве благословляем Его во имя Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя. С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя. С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя, С Днём рождения Тебя. Аминь. Говорит, Дом мой дома молитва, яเอ Альчоуси. Так что мы должны молиться, мы моля antim오�лядь, Сыцевка и мы должны это делать. Можно сказать аминь. Аминь. И для два человека он согласен. Пожалуйста. Хорошо, внимание на экран, давайте посмотрим видео о жизни deityv cobay aşk ryazann. Привет, дорогая церковь! На прошлой неделе мы с вами отмечали Пасху. Давайте вспомним, как это было. На прошлой неделе мы всей церковью готовили свои сердца в праздновании Пасхи. Все началось с тростной четверг. Для нас проповедовал пастор Олег Попов. Затем в пятницу в здании Гиблейского центра был воссоздан грязный путь Спасителя, чтобы каждый смог прижить события тех дней и вспомнить предания Христа. Все это плавно перетекло в молитвенную ночь. Вместе с пастором Алексеем Омановым в субботу вечером мы читали пророчество о Мессии, ожидая воскресения Иисуса Христа, которое мы отпразднули на следующий день. На праздничном воскресном воскресном воскресении мы только услышали, но и увидели пасхальную проповедь пастора Мацола через музыку. Его подготовили волонтеры без радости служения в нашей церкви. Казник завершился выступлением детей, которые пели о спасении и надежде в Господь Иисусе везде. А теперь анонсы. В лагере их на самом деле было не узнать, их не остановить было. Они постоянно рассказывали о своих эмоциях, и на самом деле интересно. Иисусе встекли на свое поколение, свое мужчины, подростки. Вообще, это отдых для родителей, и для детей тоже. Ироша у нас приехал, он просто ответственно стал читать «Новый завет». Интересно, когда дети приезжают, видимо их путь, она не меняется. Потрясающе, это задорно, весело. Я сам без удовольствия, может быть, понимал, просто помоги, если я буду в плане моего возраста. Им интересно там выйти. Они хотят, они просят нас, чтобы мы сделали все. И что наши силы, чтобы мы там были. И, конечно, это совет, мы будем победить, мы будем победить. И, конечно, это совет, мы будем победить, мы будем победить. Мы будем победить, мы будем победить. Спасибо и советую вам хорошую, интересную христианскую книгу. Загляните сегодня в книжный магазин первого этажа нашего Линдейского центра. Дорогие друзья, я теперь оказался в шестерпе, который был парстер Ларис Коксер, который взял служение для мужчин у Эдли Луискова. Он написал потрясающую книгу «Образцового мужчина». Эта книга должна стать настолько бигой для каждого мужчины, парня, молодого мужчины, взрослого, кого бы ни было. Эта книга, настольная книга для каждого мужчины нашей Церкви. Вообще в этом мире. Возьмите, пожалуйста, сегодня обязательно в книжном магазине. Прочтите, подчеркните и пускай нам будет инструкция для вашей жизни. Сколько благословит вас. На следующих выходных на всех благослужениях проповедует Кевин Белли-Пастер из Малайзии. Всю подробную информацию можете найти на нашем сайте www.muz.org, на наших социальных сетях, а также на стойке ресепшн. Хорошей и благословенной вам недели. С вами была Евгения Кайзер. До свидания. Еще одно очень важное объявление. 27, 28, 29 числа этого месяца у нас пройдет конференция «Время перемен». И это приурочено дню рождения Церкви. Нам 9 лет. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Вы можете пригласить своих друзей. И я думаю, если кто-то видит, что уже очень много в соцсетях информации о празднике, который ожидает нас, вы можете также сделать репосты, вы можете также посмотреть, чтобы ваши друзья, кто следует за вами в соцсетях, увидели эту информацию, и им бы стало интересно, и они бы пришли сюда. У нас идет стройка, и все желающие помочь приходить. Нам нужна любая помощь. Вы видите, что каждое воскресное служение, я думаю, что каждый даже день, если ты будешь сюда приходить, заходить и смотреть, ты увидишь очень много нового в церкви, зайдешь, уже стены подкрашены. Если ты придешь, завтра уже будет ковролин, послезавтра еще что-то. Но, знаете, здесь служат братья, ребята. Давайте, ребята, кто здесь делает ремонт, поднимите, пожалуйста, руку. Повыше ты прямо в это. И еще. Слава, слава Богу, у нас все, что Господь благословит. Знаете, я помню, когда я принимал участие в солистре, вот этого фундамента, когда привозили КамАЗы, этот цемент. И я вижу, как Господь благословляет, если ты строишь дом Божий, то, поверь, Господь построит твой дом. Аминь. 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 Три человека знают эту истину. Можешь поверить мне на слово, это действительно истинно. Так что вы можете подойти к Владимиру, если ты можешь готовить, если ты скажешь, что я не могу строить, ты можешь здесь после стройки прийти и помыть полы. Это тоже благословение. Мы должны искать служение себе. Потому что если ты думаешь, ты сидишь, и вот сейчас придет Господь и скажет тебе, вот Он тебе говорит, что нам надо уже начать, ты что-то делаешь. И можешь именно с этого начать. Аминь. Аминь.